Доброго времени суток всем молодым родителям! В этом видео речь пойдет о том, стоит ли не стоит брать ребенка на руки, что с этим получается в дальнейшем, как с этим жить и что делать. Одно время еще в Советском Союзе педагоги, психологи советовали то, что не приучайте детей к рукам, потом с рук не слезет. Что будете его таскать, он будет постоянно проситься на руки. В настоящее время исследования некоторых западных психологов, которые работали в домах, где находятся дети, оставленные детские дома, всякие различные дома малюки, показывают, что дети, которые не получили в самом раннем периоде своей жизни, от рождения, буквально полугода до года, не получили этого внимания, теплоты, ласки. На самом деле в дальнейшем и в жизни их встречается ряд тех психологических проблем, которые мешают жить. Механизм здесь очень прост. Наши педагоги, бабушки, психологи советовали о том, что ребенок потом не слезет с рук. Исследования, что не знаю, как проводились, но получается механизм действия такой. Здесь в самом раннем периоде жизни ребенка формируется базовое доверие к миру. В чем она заключается? Она заключается в том, как ребенок будет относиться к самому себе. Формируется его, грубо говоря, будущий психологический и личностный стержень. Как он будет относиться к себе, его самооценка, как он будет относиться к другим и к делам. Механизм прост. У него есть потребность, потребность в защите. Когда мы берем ребенка на руки, механизм действия простой. Ребенок хочет доказать саму себе о своем существовании. Когда мы его берем на руки, разговариваем с ним, он становится уверен прежде всего в том, что в этом мире о нем кто-то позаботится. Есть тот человек, тот, грубо говоря, взрослый, родитель, приемный родитель, неважно, дедушка, бабушка, тот, кто о нем позаботится. И эта базовая защита формирует положительное отношение к миру, положительную привязанность к тому взрослому, кто о нем заботится. Грубо говоря, есть потребность, мы эту потребность удовлетворяем. Когда эта потребность удовлетворена, она отпадает. Это как обычная любая физиологическая потребность. Если мы хотим есть, мы едим, мы наелись, потребность исчезает. Не будет такое, что мы едим, и нам хочется все больше и больше, и больше, и больше. И также здесь данная потребность, потребность на ручке, идти проситься, она угаснет, как только она насытится полностью. В нашем случае с дочи, да, первые, наверное, полгода, месяцев до восьми мы плотно сидели на руках. Как только мы поползли, на руки ребенка уже практически не взять. Только в легких случаях, когда нужно было успокоить. Вот. И поэтому вот это на раннем этапе формируется базовое доверие к миру. Ребенок доказывает самому себе, что он существует, что о нем заботится, что есть тот взрослый, в котором он уверен. Поэтому тот человек, который заботится о ребенке, должен быть спокоен всегда. Потому что со спокойным, уверенным человеком в жизни всегда легко от защиты, покровителей. И в дальнейшем вот этот вот идет механизм тревога, удовлетворения тревоги, что тревога есть, кому справиться с ней. Она постепенно цепь тревога, уменьшение тревоги, убирание ее причин. И формируется, в принципе, уверенность малыша вообще в этом мире, что он нужен, что он кому-то что-то здесь ценен. И также здесь формируется вот именно самооценка. Получается, механизм здесь тоже достаточно прост. Если я нужен, значит я молодец. Плюс идет разговор, да, что с ребенком берут на руки, значит он нужен. Его хвалят, с ним разговаривают. И идет, хоть ребенок пока еще не говорит, но на таком ментальном, психологическом, эмоциональном уровне идет эта связь. И что формирует самооценку, что я нужен, чтобы обо мне позаботиться. Идет самооценка, идет отношение к себе. И в то же время идет отношение к окружающей среде, к тем людям, которые его окружают. Вот, поэтому ребенка не бойтесь брать на руки. Потому что ребенок в таком возрасте, он может, в принципе, только лежать. И все вот эти вот, чем он чувствует в настоящее время, это в основном только тактильные прикосновения. Дать их максимально, максимально много, дать ему максимально то внимание, которое ему необходимо в данном возрасте. Плюс, когда ребенок лежит, что он видит? Он видит, грубо говоря, потолок перед собой. А здесь идет знакомство с миром. Мы ходим, дочь у нас поначалу просто просилась на руки, а потом ей нужно было, чтобы с ней ходили. Ходили, причем в разные места. Ходили, ходили. И чем вот она больше становилась? Начинаю, наверное, с двух месяцев, когда у нее уже появилась улыбка. Улыбка первая социальная. На реакцию взрослых перед ней появляется лицо. Взрослого мы улыбаемся, она улыбается в ответ. Это тоже формирует базовое доверие к миру. Улыбка. Тоже были исследования, что непроницаемая маска лица взрослых, часто это бывает в мегаполисах, негативно тоже сказывается на то, что механизм такой, мне улыбается, я нужен. То есть, мне не улыбается, я не нужен этому миру. Это идет тоже негативное влияние на самооценку. И, в принципе, на доверие к миру. Плюс, что в этом возрасте малыш может, в принципе, довольно мало. Он хочет кушать. Хочет кушать, какает. И свои желания он выражает единственным способом, криком. Здесь важно сразу, вот эти первые месяцы жизни, сиюминутно удовлетворять потребности. Механизм есть также прост. Возник голод, он заявляет о своей потребности, и потребность сразу удовлетворяется. В том, что он попросил, потребность удовлетворилась. Это замыкается, такая цепь. Когда ребенок становится чуть постарше, он уже понимает, с ним уже можно, грубо говоря, немножко договариваться. Он понимает, что есть мама, есть тот взрослый рядом, который его потребность удовлетворит. И, допустим, он удовлетворил ее сегодня, завтра, удовлетворил ее всегда. И он знает, что если он говорит, допустим, потерпим немножко, допустим, где-нибудь на улице, допустим, можно дойти до дома. Что, если взрослый сказал, что он ее сделает. И поэтому малыши, чем взрослее, тем они своим криком, они уже по-разному потом кричат. И своим криком, по-разному, уже можно определить, что он хочет. Если в начале жизни он ревел со всей силы, когда хотел голодный, закрытые глаза, ничто не видел и успокаивался только, когда попадало, грубо говоря, сосок, молоко. И тогда только успокаивался. То в дальнейшем он уже так сильно не плачет, как бы так гнусавит, немного так хныкает. И в полную силу он понимает, что есть потребность, есть запросы, сейчас все удовлетворят. Ну и в дальнейшем вот этот механизм идет к будущему, в доверию к миру. И в дальнейшем в этом мире, грубо говоря, радостно и весело с позитивом существовать. Вот поэтому как можно набраться всем родителям терпения, сил. Первые месяцев 6-7, как у кого ребенок поползет, максимально его ласкать, жалеть, удовлетворять его потребности в чистоте, в гигиене, в кормлении сразу. Потому что если рассмотрим обратный механизм, у ребенка есть потребность, ну скажем, он хочет кушать, он просит эту потребность реализовать, она не реализуется. Просит, не реализуется. И потом просто понимает, что нет смысла кричать, потому что все равно не помогут. И формируется такое недоверие к миру. Замыкается ребенок, закрывается, закрывается. И в дальнейшем эти проблемы, нехватка дефицит внимания, в будущем выражаются, ну, не скомпенсируются, в дальнейшем выражаются, грубо говоря, в нарциссизме. Человеку нужно всегда находиться в центре внимания, не для того, чтобы он делал что-то хорошее для себя, что ему нравится, что приносит ему удовольствие, а просто, чтобы продемонстрировать всему миру, что я здесь, что я существую, посмотрите на меня. Но удовлетворение не наступает, потому что механизм находится в раннем детстве. Не получил внимания, ему просто доказывают миру, что я здесь, я существую. Вот. И удовлетворение это все не приносит. А человек, который уверен в себе, вот это вот, и здесь механизм еще в дальнейшем идет о критике. Если человек уверен в себе, в принципе, критика, она идет только ему на пользу. Конструктивная критика идет к развитию личности. Если она продуктивная, обоснованная, актуальная и так далее, он на нее реагирует как на стимул к действию, к саморазвитию. И прекрасно понимает, да, что сам по себе критика, она не приносит никакого ущерба его личности. А дети, которые не получили этого внимания, которого не хватало ласки в первые годы жизни, там, внимания, не сразу добавляют потребности, критика воспринимается очень болезненно. И здесь реакции какие? Ну, либо замыкаться в себе, а динамия, там, апатия, нежелание ничего делать, потому что вот я доказываю, что я здесь нужен кому-то, а тут вообще критикую, что говорят, что ты вообще здесь никому не нужен. Ну, либо агрессия. Поэтому не будете стаскать своих ребятишек маленьких, это продлится недолго, и зато в дальнейшем вы сформируете у них хороший стержень личности к доверию, к самооценке, к открытию мира, к познаванию всего нового. Всех благодарю за внимание, молодых родителей. Всем спасибо, всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok